здравствуйте рад вас вновь приветствовать на нашем youtube канале not pastrigoon сегодня у нас рассмотрение двух бюджетных машинок от двух вечных конкурентов две фирмы из сша это эндис и волк соответственно их недорогие аккумуляторные вернее комбинированные машинки эндис и спроли корлис волк супер тейпер корлис машинки очень похожие обе они построены на базе недорогих сетевых машинок но добавили аккумулятор поменяли мотор вибрационный на роторные машинка стала легче машинка стала мощнее в том и в другом случае и осталось достаточно недорогой давайте все-таки сравним какие есть отличия что у них общего это назначение обе машинки предназначены в первую очередь для снятия массы и ориентированные в первую очередь на какие-то бюджетные салоны то есть какие-то барбершопы где не особо высокие то требования к эргономике машинок то есть но такой очень топорный дизайн просто вот грубо говоря взяли корпус правной машинки и запихнули в них беспроводную начинку оставив даже на же те же самые хорошо итак давайте распакуем и сравним сами машинки итак машинки очень похожие схожая у них эргономика эргономика далеко не самое чудесное тем не менее отлично они лежат в руке профиль у эндис немножко пониже но зато она потолще в остальном особой разницы нет у вол здесь есть такая выемка под пальцы за счет этого она должна лежать в руке получше но эндис лежит ничуть не хуже и в общем то никаких отличий в эргономике я особо то не ощущаю обе их у них ножи взятые тупо с проводных машинок никак не оптимизированы для аккумуляторных соответственно довольно большой тяжелый верхний нож за счет этого при работе ощущается довольно сильная вибрация если говорить по звуку машинки опять же достаточно шумные не сравнить их с панасониками либо с моторами гораздо не шумнее понятно что уши не вянут от этого звука но тем не менее но мне он кажется крайне бюджетным этот звук очень дешевым при этом эндис ворчит немножко поприятнее как-то у него тональность пониже уже почему-то громче и по назойливее неприятно как какой-то комар или муха над ухом хотя заявленные обороты у машинок абсолютно одинаковые пять с половиной тысяч оборотов хорошо давайте поговорим о характеристиках о том что можно прочитать у нас на сайте в характеристиках либо в инструкции хотя в инструкции далеко далеко не все указано но тем не менее итак машинки у нас одинаковые по оборотам 5 500 оборотов ножи у них одинаковые по ширине но отличается у них высота среза валовский нож высота регулируется в соответствии с паспортом от 1 до 3 миллиметров здесь высота среза регулируется от 0 5 до 2 целых четырех десятых миллиметра в целом качество обработки у валовского ножа мне нравится больше он выглядит симпатичнее но качество ножей примерно одинаковое но опять же не поражает долговечностью стали у этих ножей и эти ножи точить приходится существенно чаще чем допустим озеро ски и ножи у которых сталь более твердая более долговечная ну или опять же стали более долговечные у валовских и индисовских ножей на более дорогих моделях на моделях для животных но здесь имеем что имеем все-таки бюджетные машинки хорошо дальше машинки эти с комбинированным питанием то есть они работают нормальном режиме от аккумулятора но можно при необходимости если села батарейка поработать и от провода так вот время работы от аккумулятора у полтора часа у индис два часа при этом заряжается волк дольше два часа индис быстрее всего лишь полтора часа получается эта машинка работает меньше заряжается дольше а это работает больше заезжается меньше почему так происходит может здесь мощность два раза меньше ну нет нифига мощность практически одинаково здесь 5 и 4 ватта здесь 48 то есть отличие по мощности примерно на десять процентов и на самом деле вы не заметите это отличие по мощности при работе и там и там около пяти ватт плюс минус там погрешности сборки разные производители моторов поэтому может это и мощнее но кто ж его замерял мощность среза на ноже мы знаем только мощность потребляемую мотором но потребляемая мощность это совсем не то что мощность выдаваемая поэтому будем считать что мощность одинаковая скорость машина к одинаковая 5 500 оборотов в минуту вес тоже практически одинаково здесь 290 граммов здесь 280 граммов эту разницу в 10 граммов вы никак не ощутите даже если будете там эти машинки по очереди брать в руки эти 10 граммов но в этом блин три процента от массовых никак не ощутить аккумулятор там и там литий-ионный соответственно ресурс службы у них примерно одинаковый но должен заметить от себя что наваловские машинки аккумуляторы у нас спрашивают чаще возможно потому что эти берут все-таки меньше на них меньше рекламы вол засыпает просто рекламными материалами весь интернет но тем не менее на эти машинки у нас аккумулятор не спрашивали по моему ни разу один раз спрашивали клиент просто залил машинку изнутри маслом и там сдох и аккумулятор и системная плата и полностью начинку пришлось менять на машинке наваловских машинках как правило год-два это хороший ресурс службы аккумулятора у кого-то дольше у кого-то и год не отхаживает приходится менять ладно в чем еще разница да в общем то наверное все осталось только разница в комплектации и так по комплектации super taper идет помимо зарядного устройства мы об этом обе их машинок есть зарядной нет зарядной подставки здесь идет 4 насадки 3 6 10 и 13 миллиметров 4 насадки обычные пластиковые ничего там какой-то чудесных свойств у них нет защелочкой на конце ну защелочка со временем разбалтывается все-таки это пластик это ну не знаю не настолько долговечный материал но всегда их можно поменять не доводите пожалуйста насадки до такого состояния что они сваливаются с машинки и вы клиенту просто сходу выбриваете танзору не надо так делать разболтались насадки возьмите новые стоят они копейки эндис сами видите пакетик побольше эндис юэс пролик орлис идет в комплекте с девятью насадками здесь 3 6 10 13 здесь полтора 2 и 4 3 4 с половиной 6 10 и так далее до 25 миллиметров думаете это много нет это немного потому что есть еще вот такая вот машинка по сути юэс пролик орлис но для американского рынка энвели корлис у нее насадок не 9 а 11 точно также от полутора до 25 у нее добавилось две насадки на 16 на 22 миллиметра вот здесь вот уюс проли их нет но в принципе парикмахеру парикмахеру и не нужны насадки больше 13 миллиметров однозначно но круто что здесь есть насадки полтора два и четыре и четыре с половиной миллиметра так называемые промежуточные насадки чем это круто тем что вот этой машинкой вы в основном будете массу снимать комплект насадок позволяет какие-то скажем так грубые работы выполнить комплект этих насадок и диапазон регулировки этого ножа позволяет нам худо-бедно делать фейды да почему худо-бедно вполне себе позволяет делать фейды за счет меньшей длины среза ножа 0 5 миллиметра против одного миллиметра на этом ноже и за счет того что здесь есть промежуточные насадки начиная с полутора миллиметров это позволяет более плавный переход делать от нуля и выше кроме того по сути у нас эти машинки в общем-то одинаковые характеристики очень близки да это работает подольше заряжается побыстрее да ей немножко проще делать фейды но главный аргумент здесь при практически равных характеристиках это цена отличие в цене у этих машинок небольшое до примерно на 10 процентов дороже внезапно супер тейпер хотя практически по всем характеристикам он уступает уступает по комплектации но при этом стоит он дороже ну почему потому что больше рекламы более раскрученный бренд каких-то прямо таких супер-пупер преимуществ я не могу назвать у этой машинки ни одного ну разве что машинка более популярна в целом в мире поэтому гораздо больше на нее всяких китайских поддельных запчастей насадок китайских там еще каких-то деталей но качество не оригинальное хуже в некоторых случаях это отличие в качестве не критично в некоторых случаях прямо капец как хуже и если нарвитесь на поддельные запчасти будет довольно печально на эндис запчасти я встречал только оригинальные ценник оригинальных запчастей на вол и на эндис плюс минус одинаковый хорошо отличие на 10 процентов поэтому можно в принципе брать то что вам нравится но есть еще один игрок и опять это эндис это эндис изи клепли которая позиционируется как машинка для стрижки животных но она абсолютно такая же как эта машинка у нее просто чуть поменьше насадок но все еще больше чему вол super taper и бонусом получаете такой жесткий кофр сравнение этих машинок я давал раньше можете посмотреть в чем отличие в чем сходство так вот эта машинка стоит уже в полтора раза дешевле чем super taper cordless но и вот тут закономерный вопрос а зачем вообще нужен super taper если есть машинки не уступающие ему по характеристикам но существенно дешевле вопрос на этом пожалуй на сегодня закончим если что-то еще хочется уточнить спрашивайте в комментариях под этим видео либо у нас в группе вконтакте либо в инстаграме либо можете писать звонить на наши контактные телефоны которые у нас указаны на сайте сайт not по стригун точка ру на этом все пока пока